Всем привет! Это вторая серия нашей программы, в которой мы с интересными людьми нашего города готовимся к зеленому марафону. Мы говорим о беге, говорим на другие интересные темы, ну и конечно же бегаем! Погнали! На этот раз подготовку к зеленому марафону Сбербанка продолжаем вместе с финансовым директором строительной компании из КЧ Анны Леонтьевой. Главная спортивная цель Анны пробежать марафон, а это между прочим 42 километра. Почему люди хотят пробежать марафон? Ну, 42 километра! Внутренний вызов, понимаешь, такой самый легкий способ для меня достигнуть цели. То есть если я добегу марафон, да, соберусь и сделаю это, то мне потом, что называется, город построить новый, будет еще проще. С чего начиналась вот эта любовь к бегу, занятия бегом? С неидеальной пятой точки. Вот, то есть мотивацией была именно такая, похудеть. А бег помогает похудеть? Бег, конечно, помогает однозначно, другое дело, что сейчас это совсем другие цели, даже и в учетом точки, все равно эта цель, знаешь, вот реально побыть собой, да, уложить все мысли дня, выкинуть всю негативную энергию, вот ничего, кроме бега меня, вот так вот мне перезагружает. Вот, я побегу, тоже зеленый марафон, в этом году побегу в Москве опять, хочу побегать на Новосельском спуске, там будет трасса. Мы находимся сейчас в Новом городе, идем по прекрасной длинной дорожке, которая на самом деле очень приспособлена для бега. Она приспособлена для бега, да, и тут действительно очень много бегущих вечером, другое дело, что у меня-то здесь как бы планы какие, сделать прям настоящую беговую дорожку, но вот пока мы здесь строим, и пока это такой процесс, понимаешь, вот тут строим, сегодня здесь дорожка, а завтра мы ее уберем, потому что будем строить здесь там школу и дом, да, то есть вот надо еще подождать года два, но потом здесь будет, мне кажется, полноценное такое. Ну, новый город не сразу строился, все нормально, все придет, все будет. Ну, все будет, да. Я знаю, что вообще район благоустраивается, и есть несколько площадок, о которых я хотел бы, чтобы ты рассказал. Здесь, конечно, очень много бульваров у нас прогулочных, да, где можно гулять, вот, а во-вторых, много детских площадок, мы прямо даже хотим сделать карту детских площадок, потому что уже сами боимся повторяться, понимаешь, потому что даже в этом году мы должны сделать два бульвара, да, вот, наши бегут. Пожалуйста, Лизбедили, да. И в этом году мы еще построим скейт-парк, вот мы сейчас активно, что называется, начали его копать. В чем секрет хорошей тренировки по бегу? Кроссовки, однозначно, вот если хочешь бегать. Так, ну, давай сразу сравним просто, да, на живом примере. Ну, вот, хорошая подушка должна быть, хорошая подушка, да. Вот это не очень хорошая подушка, ну, то есть это не для бега совершенно кроссовка. Не для бега совершенно, да, у тебя даже, наверное, в фитнес-зале... Ну, нет, это обычные прогулочные кроссовки, да, все правильно, так хорошо. Хорошие кроссовки должны быть, вот, если бегать долго и, в смысле, ну, на длинные дистанции, нужно хорошая экипировка в части компрессионки, то есть либо гетро это должны быть, либо это должны быть треком. Ну, вот сейчас даже мужчины вот в таких бегах. Да, потому что это компрессионно, то есть это кровоснабжение лучше, то есть меньше устаешь, Как бы все технологичное становится для бега. У меня есть друг, который меня сейчас переводит на новую технику бега. Я бегала раньше там на полную стопу, теперь я бегаю только на носках. Это позволит мне экономить здесь энергию. Вот это на носочках? На носочках, да. И только на носочках? Да, только на носочках. Но это не опасно для стопы? Вот говорят, что наоборот, это как бы просто напряжение на выкры. А по сути, как бы говорят, он мне так говорит, я должна еще погуглить хорошо. Что это позволит мне бежать быстрее и меньше вставать. Это жители наши, жители активные, жители молодые мамы. Бросила клич в ВКонтакте, и сегодня пару активных пришло с нами побегать. А давай, кто быстрее? Да, давай. Бегающих очень много, особенно в раннее время. И вот вечером поздно, где-то часика после девяти. Да, из-за компании выходят. Здесь вообще очень прекрасно бегать, вся атмосфера располагает. Каждый день меняется вид и природа, и стройка, и все работает. Это вообще прекрасно. Очередная тренировочка подходит к концу. Зеленый марафон все ближе. Встречаемся 27 мая на Чебоксарском заливе у монумента Матери Покровительницы. С 9 часов утра будем вас ждать. Навстречу зеленому марафону.